здравствуйте друзья рад вас приветствуйте все на сайте все на видео блоге виктор . info и тема сегодняшнего видео выпуска будет там не видео он аудио если честно потому что сижу в машине жду своего сына с тренировки и так темой будет отцы и дети наверное или как назвать я хочу напомнить что я свои видео выпуске делаю ну не знаю по наитию по желанию по настроению можно так сказать или или как то есть я рассказываю я говорю то что я хочу сказать искренне от души тех кто жалуется там что дни тематические почему нет эзотерических и все остальное ребята как ходить на кладбище это другие выпуски это эзотерические а у меня эзотерические и психологический формат моего видеоблога ну перед тем как поговорить об отцах и детях хочу сообщить такую вещь очень часто слышу вопрос на ю тубе смотрел ролик там 2013 года сейчас 2019 году два разных голоса почему так ребят по сути очень глупый вопрос один меня так достал писал мне гадости что был вообще заблокированной на ю тубе шум больше не не писал мне гадости он не там обвинял что я пользуюсь каким-то звуковым там редакторами ли чем он там вообще там какой-то такой чушь нес человек со мне неприятен ну к чему общение с неприятным человеком и зал его заблокировал это честно не знаю смотреть он думал может смотреть мои ролики может даже дизлайки сыпать но наверно может она комментирует точно уже не может итак ребят почему глупый вопрос да по одной простой причине потому что есть масса техник как понизить свои вибрации голоса просто я изучил одну из техник я ж не говорю что я такой прям талантливый с рождения узнаете когда мне а так ты раньше до эзотерики занимался не теми делами да конечно не теми ребята шо я с утра бы вылез сразу с колодой карт с ножом а там вам и с кубком для да для вина или или как и ну 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 бред конечно естественно учился школе как все остальные учился потом в техникуме потом был институт и ну прошел абсолютно нормальный путь как все остальные естественно работал было по распределению работал мастером старшим мастером и даже успел бы работать две недели замначальника цеха бы дома с ссср разводился ну сейчас разговор не об этом разговор о том что есть масса техник то там где можно научиться не горлом говорить а именно грудью или брать звук из живота я не буду сейчас углубляться в эту технику хотите понизить свой волос пожалуйста я просто умею контролировать мало того мне утром один волос в обед другой волос вечера может быть третий волос я могу разговаривать как горлом так и грудью как говорится до грудными диафрагмами по сути но реально глупый вопрос но он уже достал честно говоря столько столько людей людей интересуют не то что я рассказываю не те знания которые я доношу а какой у меня голос с кем я живу сколько детей котов сейфа то да там где деньги лежат ну ну бред ну ребят ну бред не нравится вам мой волос но не смотрите не слушайте тот пишет голос гопника тот пишет там какой-то голос блин ребята да мне плевать если человек говорит умные вещи да мне плевать каким он голосом говорит поехали дальше итак тема дети недавно выпустил правда соцсети не в ютубе ролик о том что нечестное было судейство там где мой сын занимаясь карате а ну он правда взял первые места на соревнованиях я говорил о другом парне там где реально парень должен был занять первое место занял третье место реально все поняли что его засудили но парень красавчик парень вышел говорит ну будем совершенствоваться значит надо будет так следующий бы и проводить тренироваться так чтобы проводить бои для того чтобы невозможно было придраться вообще надо оттащить свое мастерство настолько ответ мне понравился знаете достойный такой парень что я был в восторге но где я такой сделал этот ролик он почему-то ну не почему-то было много комментариев разного один из моих знакомых оказался вернее тренером тренером по плаванию и не тренером чуть-чуть заговаривались судьей по плаванию так вот он говорит что человек живет другой стороне не моей стране а лично я с ним не знаком но он является судьей и он начал разговор о детской порчи когда наводит порчу на детей также был затронут такой аспект как судейство неправильное судейство нечестное судейство а когда оценивают неправильно также был вопрос затронут о детях которые ну как бы естественный отбор которые сломались и те которые не хотят дальше заниматься данным видом спорта и вот психологическую травму имеют так далее и тому подобное значит сегодня я выскажу свое субъективное мнение на истинно не претендую но скажу вкратце хотя и так блин долго затягиваю да мне реально знакомы люди не знакомы люди а были такие заказы когда люди просили навести порчу на соперника присылали фотографии мало того писали что есть вещи личные вещи что мой сын там занимается он лучше а вот ему мешает добиться там успеха такой-то такой-то чтобы были прислать какие-то там у спортивные майки помню красу кроссовок носки но то есть разные вещи это не был один заказ или спортивную одежду хотели прислать для наведения порчи на того ребенка но это бред вы знаете бред и если такое предложение могу порчу навести и честно говоря на на человека который это попросил ну я не хочу вы говорите что я такой классный хороший я великолепный просто вы должны понимать что гармонизация семейных отношений это тоже можно назвать порчи объясню почему а потому что если гармонизация значит смирение либо подавление хотя бы чуть-чуть чужой воли это уже порча понимаете то есть человеку навязываешь определенную мысль и форму шуму с другим человеком будет хорошо как классно какой он великолепный как ему будет приятно в сексе а какой он желанный там взращиваешь как говорится его либидо его в виде возрастает половое влечение ну разве это не порча то есть это навязывание других идеалов других желаний подавление чужой воли это все порча они вы не путайте допустим есть порча насмерть а есть порча по хорошему будем так говорить да то есть я не буду говоришь я порчу никогда не делаю но такого рода заказы меня выводят из себя знаете когда ни за что на лидирующего ребенка приходят и заказывают порчу но но это понимаете это из ряда вон выходящий меня меня просто рвет на части достаточно эмоциональный человек как говорится могу на три буквы послать могу и порвать я могу и и пошутить могу и хорошее сказать я такой как я есть не не всегда хорошие пушисты как говорится зубки острые могу показать бываешь и не может и перебарщиваем был бываешь и психаной неправ но разговор сейчас не обо мне разговора тех людей которые да действительно есть такая категория людей которые реально наводит порчу на на детей и плевать понимаете для достижения цели скажу сейчас ужасную вещь но действительно правда я вам честно скажу если человек который заказал порчу никогда не кается в этом вот никогда не кается ему практически никогда и не прилетит не прилетит ответка практически никогда это доказывает вот знаете я так чуть-чуть это огромная тема может быть я сделаю как-нибудь вы видео выпуск на эту тему по поводу кармы обраток и так далее и тому подобное я вам серьезно скажу во многих вещах я удивлю но сейчас задумайтесь над тем вопросом вы сами знаете что есть люди наверняка и у вас есть знакомые которые делают реально гадости в жизни вот реально гадости и нихрена за это не получает по башке и нихрена никакой обратки на них нету и прекрасно себя чувствует если говорить о правителях так те вообще наглым образом там оборуют на рот их ней нормально себя чухают как говорится нормально все живут и процветают и радуются этому понимаете то есть ну как бы вот том видео выпуске если я соберусь его сделать естественно раскрою все вопросы такие кармических обраток там бумерангов как принято считать и так далее и тому подобное так вот я к чему я к тому что детская порча она таки существует заказывается она взрослыми но и другое еще и бывает в энергетическом порыве особенно когда на соревнованиях человек срывается у него вот вы видели когда ребенок там истерический кричит уже опустошается вы представляете какой фонтан это фонтанирует энергия фонтанирует из послушается практически до нуля если в этом посыле он дает негативный посыл то по сути то же самые судья который как бы засудил и так далее и тому подобное если этих посылов будет но то судим тоже не поздоровится такое тоже имеет право место быть мало того дети понимаете ну пускай не так уж и много этой энергии чем у взрослого когда наработанная допустим сила наработанная там какая-то внутренняя энергия и но у детей она резкая знаете вот такая оживительная вот резкая да если сравнивать то взрослый человек это такой знаете речной громадный поток вот такой постоянный поток а дети вот они больше похоже знаете на такой нельзя сказать фонтанчик а такое знаете вот как струя со шланга она тоже естественно пробивает эта энергетика поэтому если детей очень много обиженных то в том числе и судьям тоже не здоровится вы знаете сколько судей вот такие которые судят людей вот ведут там уголовные дела хозяйственные дела вы скажете живут нормально прекрасно ничего подобного не знаете какая у них внутренняя там жизнь так вот и еще раз скажу по поводу ролика кармы и все остальное тех кто парится об этом то есть сожалеют сомневаются либо начиная страдать что неправильно вынесли приговор и все остальное они получат обраточку ответочку в 6 секунд а те кто живут вообще не париться по этому поводу по сути ничего и не получит никакой обратки и не будет если конечно она а магическим путем не будет послана обратно это правда ребят аж кто бы шуни говорил там все вернется и т.д. и т.п. ну блин знаете у меня были такие люди которые то вернется вернется но мы начали как говорится по фактам риде люблю фактами говорить а они говорят ну не в этой жизни а вдруг я ртю блин ну надо на эту тему можно списать абсолютно все и неудачную жизнь эту и нежелание что-либо делать и просто собственные лень неудачи и так далее и тому подобное понимаете поэтому мы говорим именно реально за эту жизнь они будем говорить там о прошлых и будущих перевоплощениях далее а порчим я сказал о чем еще хочу поговорить это о том что для меня вот лично а самое главное что в моем ребенке был внутренний стержень а для того чтобы он добивался упорство было стремление было были цели четко поставленные цели и он знал а путь достижения этих целей и и вот но и часто говорят ты же можешь проработать ситуацию ты можешь ему помочь и все остальное ну хорошо сегодня я живу и ну дай бог завтра как говорится послезавтра но рано или поздно естественно как нормальный родитель хочет чтобы ребенок пережил своих родителей в это вполне естественное желание да иначе какой смысл тогда а так вот я к чему к тому что раз родители не стало или он на живет отдельно кто ему тогда будет помогать а у него адаптации инструментов не будет навыков не будет но понимаете если каждый день братья в тумбочке деньги к примеру вот представьте себя каждый день вы получаете по 500 долларов там хоп открыли то мы проснулись тумбочку открыли там 500 баксов тю блин то на хрена работать но вообще жизнь удалась ну нормально себе чувствуешь какой из вас специалист получится что вы будете знать в кого вы превратитесь вообще я вам честно скажу вы скатитесь вообще ниже там уровня уже наверно нет ну ну не выпускает но 99 процентов людей скатится я вам честно скажу они перестанут даже чистить зубы и умываться и приводить себя в порядок а чё там за бабки можно купить и иду в постель и последний классный телек но сначала попутешествуется все потом просто лень как каждый день тумбочку открыли там 500 открыли там 500 открыли там 500 ну понимаете это знаете вот я делал выпуск про машины рай на эксперимент советском союзе то они построили машины рай но все он закончился там все вымерли мыши почему потому что в район не так уж и сладко как потом оказывается понимаете то же самое в этом житейском районе когда будет ну вот знаете все на тарелочке за голову с голубой каем очка знаете я даже иногда ну не то что радуюсь когда у моего сына там появляются трудности а вот я наблюдаю со стороны как он их будет вот как он их будет преодолевать вот как он будет ну вот учиться как говорится идти по жизни вот смотрите вот вот утра за ребенок без падения у учиться ходить нет вот новорожденный да он учиться сидеть там падает данном на кроватке потом учиться ходить он падает там да бывает потом коленки разбивает вот он с велосипедика падает и так далее и тому подобное ну это вполне естественно ну когда падает то болит болит всю жизнь вы не сможете удерживать ребенка и вот обеспечивать его поэтому ну старайтесь как-то чтобы он как-то зарабатывал а мы живем на море и я слушаю хватит протирать там штанишки давай попробуй без зарабатывать денег а это как но мне-то там типа 10 лет там я так не вопрос 10 лет слушай можно кукурузу продавать и так далее и тому подобное и что вы думаете давил эти лимоны делал лимонный напиток сходил там разливал лимонный этот сок покупали эту французскую кукурузу правда сначала мать варила потом он варил и стоял продавал мало того были ошибки я успокаивал свою супругу говорил ничего страшного где-то просчитается он должен обжечься он должен прочувствовать эту боль когда ты торганул и блин ты не вышел даже на своих держ тебя обдурили значит и где-то неправильно сдачи дал где-то еще что-то пускай он научится на вот это мелочи понимаете чем тогда когда вляпается в какую-то серьезную историю а вот я не понимаю тех родителей которые там от всего ограждают своего дитя ну как вы объясните что вот когда комфорка выключенная да вот выключенная комфорка не горит газ можно трогать ее рукой а вот тогда когда стоит сковорода или кастрюля там варится да вот а там а можно обжечься и мы говорим а он такой стоит смотрит да к примеру на но ребенок стоит и смотрит думает ну бабушка или дедушка или там папа с мамой идиоты чего они акают горячо он не понимает что такое горячо пока он не получит ожог или больно ему не будет он не поймет понимаете то же самое в детстве когда вы его там улучаете культуре денег думать и как их добыть как пока у него не появится деньги в голове понимаете в голове потом только появляются они в кармане ну вот смотрите почему у многих богатых людей дети потом спускает все все имущество но как правило есть еще такая поговорка что тех которые там начали бизнес дети продолжают бизнес а внуки обязательно спускают почему почему происходит такой этап потому что на как какое-то звено какая-то шестеренка будет поломана то есть какое-то поколение либо дети либо внуки будет поломана они не смогут понимаете вот эта доступность это легкодоступность это нет иммунитета и любой конфликт то есть конфликт мне не знаю как заработать я не знаю как и где взять я не знаю что делать с этим он вылезет наружу и ребенок не сможет существовать это какая-то птичка золотой клетки да вот вы ее кормите кормить из птица выкормили а потом возьмите ее выпустите в дикую природу да наш сдохнет там а откуда она знает где добывать это это эту еду возьмите аквариумную рыбку выпустите в пруд ну и что будет но она там сдохнет или и там сразу же сожрут вы же прекрасно понимаете то же самое у нас появляется в жизни но почему-то люди вот родители и упорно не хотят сейчас переходим плавно вот занятия школу узнаете вот я сижу сегодня так задумался моя учена у нас дебильная эта система а сейчас мой сын ходит на получается на на вторую смену вообще вообще дебилизм крепчает знаете вот у нас в законе прописано что вторая смена в школе в принципе запрещена и все так даже по по телевидению по радио сообщают сколько школ а в городе имеет вторую смену ну блин ну вообще жесть как конечно сын ходит на вторую смену а он занимается шесть лет уже в карате на карате он входит в сборную а в сборную команду понимаете как когда на соревнования все у него есть достижение он завоевывает пояс мы не делаем ставку что вырастет каратистом станет тренером или известными так далее и тому подобное на это культура культура воспитания тем более хорошая группа они изучают там немножко японский они изучают эту культуру понимаете ну вот видно как человек вот но вот как парень растет да вот есть изменения фигура осанка занятие на турнике ну это физическая подготовка для парня но она она вполне нормальная естественно мужичок такой ну нормально не потому что это мой сын это храна ну реально видно и и мне радует глаз и когда естественно вот он приходит понимаете он пришел в 6 а на пол восьмого у него в шесть со школы пришел а на пол восьмого тренировка в пол восьмого тренировка тренировка до девяти пол десятого получается где-то допустим то я забираю то он сам идет он приходит потом эти уроки вот целый день блин он сидел на этих уроках потом сбегал на тренировку и грубо говоря до 12 до часу эти уроки делать то что не успел опять уроки и 5 школа и этот круг бороться быть и в мире блин а когда же ребенку спать ложится самый же продукт ну ладно папа ханик правило жили со связи с профессией со всем остальным сажившись а порядком пользования как говорится я иногда не иногда очень часто какие-то ночные обряды там ритуалы провожу в основном самое продуктивное время у нас ночью и не потому что там черные или не черные посмотрите когда в церкви право правиться тоже ночью так вот такое отступление так вот он там ложится в час ночи но это неправильно то есть самое такое продуктивное время уже потерял да пока помылся пока то пока все по второго два часа ночи он встает рано утром естественно недосыпание нервная система естественно что то не успеваем иногда выучить и вот мы приходим и вот каждый учитель начинает корчить что его наука самая крутая в мире расскажите мне расскажите мне я изучал гидравлику изучал но я когда-то заканчивал автомеханический техникум потом политехнический институт факультет машиностроения и робототехники это первое мне такое образование так вот естественно а там мы изучали сапромат изучали гидравлику прочие технические науки но это хоть по специальности до аудамия алгометрию там высшую математику потом институте изучали до сих пор до сих пор вот полтинник на носу я я не знаю когда же мне пригодятся эти формулы которые свободном доступе есть в интернете вот если надо посчитать окружность ну блин я беру смартфон гава я нажимаю сенсорную кнопку формула окружности и мне там рисует пи квадраты и так далее р квадратом и пошло поехало понимаете то есть не вопрос это это все есть общая доступность нет а у нас система такая школе что надо забить мозг человеку надо забить парню мозг чтобы он получил полное отвращение от этой науки про историю я вообще молчу ту историю которую я учил она вообще на хрен не нужна теперь она неправильно потому что им у нас в каждой власти то каждый победитель и из каждой победителя и и начинает переписать то есть естественно история советского союза теперь советский союз это фу 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 это говно зачем мы все рожденные в говне получается и даже те которое рождены не в говне Получается, их родители были в говне А они, ну вот, теперь не в говне Ну, понимаете Одни хвалят Советский Союз Другие ругают Это история, это было Блин, как можно это, блин, выкинуть Ну, я не помню, кто сказал Тот, кто забыл историю Своего народа Склонен повторять ошибки снова и снова Ну, как-то так Сейчас они учат совершенно другую историю Какие-то новые примеры Переучивают, переводят Ну, понимаете, это школьная программа Мозг и Самое, к чему я веду, учительница А он говорит, да, я не выучил Этот предмет Я не выучил, я не успел, реально, вот не успел Я когда иногда смотрю Сколько задаю, знаешь, такое Ну, такое ощущение, как будто Как специально это издевается Не потому, что я там жалею и все остальное Ну, как специально, вы знаете На выходные, как специально, блин Для того, чтобы украсть это время Вообще, полностью у ребенка Она говорит Значит так Я тебя снимаю с занятий на карате Потому что Украинская литература Это самый Найглавнейший предмет У твоему жите Ну, то есть Украинская литература Это самое главное Что у тебя есть в жизни Он такой приходит И говорит, папа Она пойдет к тренеру Я говорю, да не пойдет она никуда К тренеру и то все Ну, и закончилось тем, что Прихожу в школу я Естественно Спокойно Ставлю в неловкое положение Естественно Учителя Она отвечает на вопросы Уже мои А может она не в состоянии Научить правильно Не в состоянии Ну, потому что Они на уроках Ни хрена не делают А просто Задает по 4-5 Получается задание То, что она не делает на уроке Получается не в состоянии Научить детей Она потом задает Получается На дом Но суть не в этом Понимаете Почему-то Считают Что Можно пренебречь Там Какими-то занятиями Физкультурной нагрузкой Кружками И так далее И тому подобное Ввиду того Что У нас такая школьная программа Я не буду жаловаться Какая школьная программа Все Мне поразил другой факт Появилось Там были родители Появились Куча родителей Которые Побежали Лебезеть Этой учительнице Какой я хреновый отец Как я Вообще Такой вот Негодяй Мог позволить Себе Перечить учителю Хотя Никакого перечения Не было Просто был Конструктивный разговор Просто учительница Была не готова Встретиться Ну Похвалю себя С интеллектуальным человеком Который Спокойно Бы Так Задал бы ей Несколько вопросов На которые Кстати Она не смогла Ответить Ну Не смогла Ответить Ну Когда я открыл Успеваемость Всего класса Просто просмотрел Успеваемость Всего класса Я говорю Вы знаете Судя по оценкам Либо Все В классе Там Занимается Большой класс У них 33 34 34 34 34 Я говорю Или все 33 34 Человека Дебилы Значит Их надо Отправить Спешшколу А либо Вы не в состоянии Научить Потому что Ну Отметки Ну Ужасные Либо Говорю Вы это Делаете Специально Дабы Они Покупали У вас Дополнительные Занятия Ну Вот Ну Варианта Только Три Ну 34 Человек Они могут Быть Дебилами Которые Получают Только Хреновые Отметки Понимаете И та же История По учителю Биологии Хотя Я сказал Сын Ну Биология Это интересный Предмет Это надо Знать Строение Там Своего тела И так далее И тому подобное Ну По крайней мере То что Я ему Объяснил По моему Превосходит То что Они учат К примеру У меня Сын Ну Не буду Блин Так Получается Вроде бы Как Нахваливаю А он Меня В 7 лет Знал Что такое Менструация Почему Она идет У женщины Вот Он как раз Пришел Что такое Привет Что такое Сперма И так далее И тому подобное Поэтому Ну Как бы Делайте Свой выбор Почему Потому что Ну Родители Иногда Реально Перегибают Палку Или без взятки Этим Получается Учителям Вы не задавали вопрос О психологии О психике Своих детей Вы не задавали вопрос Что эти отметки Ничего не стоят В жизни Эти отметки Понимаете Это просто Вкладыш Вкладыш К аттестату Который Нахрен Потом Не нужен Вы готовы Положить Психику Психологию Психосоматику Своих детей А ради Вот этих Вот цифрик В этом вкладыше Которое Потом придется Выкинуть Вообще Сына Плохо Что ты это Слушаешь На самом деле Я не хотел бы Чтобы ты это Слушал Почему Потому что Иметь Хорошие отметки Во вкладыше Понял Да Ну В аттестате Это тоже В принципе Это тоже Хорошо Это говорит О том Что Либо ты Реально Выучил Тебе Легко Даются Эти предметы Либо Реально Договорился Каким-то Образом И получил Эти хорошие Отметки Я тебе Всегда говорил Не можешь Выучить Иди Не то Что договориться И суме Сделать так Чтобы у тебя Не было Хвостов Подтяни Приложи Свой Интеллект К тому Как решить Этот вопрос Для тебя Это в этом возрасте Это вопрос Понимаешь А для тебя Это Не люблю Слово Проблема Но мы Решаем Там Какие-то Проблемы Нам кажется Что школьные Это ерунда Это все В их возрасте В возрасте Детей Для них Это реально Тоже проблема И для них Это трудности Которые Они учатся Решать Но самое Худшее Когда родители Или без Перед Учителями Ломают Психосоматику Своих детей Психологию Понимаете Потом Дети Начинают Быть Истериками И самое Главное Убивают В них Лидерские Качества Почему Лидерские Качества Потому что Задача В принципе Всей школы Сломать Лидерские Качества Из человека Почему Превратить Его в строй В теля Какое Будет Ходить За пастухом Это Так устроена Школа То есть Забить голову Превратить В строй Задать Просто Какую-то Линию жизни По которой Надо шагать Вот так вот Ручки положили Вот сюда Нельзя Это нельзя Короче Все нельзя И надо Выполнить Нельзя И выполнить Домашнее задание Только так А не иначе Понимаете Людей Учат Создавать Группируют Стадо Почему Это Говорю Потому что Смотрите В класс Идет К примеру Допустим 30 учеников 15 мальчиков 15 девочек Из 15 мальчиков Будет Как минимум Ну как минимум 12 лидеров Которые пришли В первый класс Правильно Правильно Когда они Заканчивают школу Сколько будет Лидеров в классе Один Ну максимум Два Если класс Разделился То же самое Среди девочек Куда Делись Остальные Лидеры А их просто Смяли Подмяли Их уничтожили Понимаете Психологию Потом Для чего это делается Для того Чтобы дети Потом выросли И заняли Какую-то Определенную Ячейку Общества Просто в матрице Понимаете Как Вот ты сиди Здесь И все И нет свечи Вот только здесь Больше никуда не лазь И потом Эти мальчики Сидят там На работе Клерками Которые зарабатывают Там 100 Или 200 Долларов В месяц И больше Они никогда В жизни Не прыгнут Если хотите Вы видите Своих детей Вот таких Ну Подпивайте Этиоды Этой школе И все остальное Ходите В этой системе Нет Я сказал Если что-то Не срастется В этой школе Ну пойдем В другую школу Не понравится Пойдем В третью школу Нет Перейдем На домашнее обучение Мне надо Нормальная Здоровая Психология У моего ребенка Вот Нормальное Физическое состояние И нормальная Психология Ломать я ничего Не собираюсь И не буду Борьба Это за отметки Или безение Перед учителем Но это противно Вы знаете Вот когда Вот Ценое Собственного Ребенка Ну Ценое Успеха Жизни И так далее И тому подобное Собственного Ребенка Как родители Это подарочки Заносят Там покупают За тортики И сам видел Это Блин Ну ребят Ну реально Противно Ну вот Знаете А мой лучше А мой это Я такой посмотрел Я сказал Не носил И носить не собираюсь Не надо Заработал Трояк Ставь Трояк Я не Вообще Не надо Завышать Вот Ставь Так как Заработал Ну вот Беспредвзято Оценивайте Не надо Мне завышать Не надо Мне выше Не надо Мне ниже Вот так Как есть Вот и все Ой Затем А ты выпуск Получился Ну Что хотел Сказать Вроде бы Сказал Будет Вопросы Задавайте Буду отвечать Как я думаю Я еще раз Скажу На панацею Не на Не претендую Сказал Чисто Своё Личное Мнение Высказал Он ждал Сына Уже Пришел Едем Ко двору Да Ну все Поехали Всем пока Да пребудет с нами Сила Друзья До новых встреч